привет это канал listen it и сегодня мы слушаем статью click house как обрабатывать big data в 800 раз быстрее от автора кожан дэв который написал эту статью на сайте tiproger.ru и также я немножко взял информации из статьи основы click house для веб-разработчика от автора dnsp с сайта webdevblog.ru но и очень полезные схемки и информацию нашел в статье колоночные базы данных от игоря григорченко на сайте highlow.today спасибо авторам за статьи на все три статьи ссылочки конечно будут в описании к видео российский сервис яндекс метрика используется для веб-аналитики он обрабатывает большое количество информации чтобы предприниматели оценивали посещаемость сайтов и изучали поведение пользователей чтобы эти процессы не занимали много времени разработчики яндекс создали собственную субд информация в ней представлена в виде столбцов они строк в этом видео мы расскажем о ее преимуществах и особенностях и так в яндексе назвали эту субд click house click house это распределенная аналитическая столбцовая то есть column oriented субд это open source проект созданный в яндексе как мы уже сказали и распространяется под лицензии apache 2.0 классифицировать субд можно по нескольким признакам например по модели организации данных реляционные sql и нереаляционный no sql первые организуют данные в виде двухмерных таблиц с большим количеством строк вторые представляют их в виде графов пар ключ значения и файлов подробно про sql и no sql у нас были отдельные статьи ссылочки на обе статьи в описании оставлю реляционные субд очень распространены и яркие представители это mysql postgreSQL oracle и другие информация в них вносится в строки таблиц колонки которых соответствуют типам данных между таблицами можно настроить связи а для работы с базы данных использовать SQL syntaxes clickhouse тоже относится к реляционным субд но данные в ней вносятся не в строки а в колонке двумерной таблицы давайте разберемся на примитивном примере какая разница между обычными строковыми субд и столбцовыми допустим мы работаем с таблицей такой структуры как на экране type style color и method строковых субд все данные хранятся в строках это значит что где-то внутри субд на диске хранятся три строки с данными как на экране что происходит когда мы выполняем запрос такого вида select звездочка from table where color равно 542 база данных выполнит такую последовательность перейти на первую строку найти колонку с именем type и ее значения сравнить с требуемым и отобрать строку если значение подходит и перейти к следующей строке субд вынуждена будет проверить значение нужной колонки для каждой строки понятно что на больших таблицах это будет работать крайне медленно строки всегда читаются полностью только проходя через колонку можно определить ее имя и необходимость для текущей задачи пропустить колонки которые не нужны для анализа невозможно а вот устройство колоночной базы она использует только те колонки которые участвуют в запросе колоночные базы так и называются потому что хранят данные не в строках а в колонках каждая колонка это как бы отдельная таблица из одной колонки которая хранит только свои значения значит у нас будет 4 колонки колонка type колонка style колонка color и колонка method в каждой из этих колонок будут свои значения чтобы выполнить запрос из примера где мы ищем строки с цветом равном 542 колоночная база данных должна проверить только значение в одной колонке колонки color поэтому обратиться конкретному столбцу кликаус может намного быстрее кроме этого все данные в колоночной базе данных обычно хранятся в отсортированном виде каждая колонка отдельно то есть на самом деле наши данные будут храниться так в колонке type 125 колонки style 4610 ну и так далее каждая колонка отсортирована и чтобы subd сама знала где какое значение каждая запись знает свой номер на примере колонки style у значение 4 номер 2 у значения 6 номер 3 у значения 10 номер один так понятно в какой строке каждое значение находится это позволяет эффективно выполнять запрос при участии нескольких колонок например select звездочка from table where type равно 5 and style равно 6 and color равно 5235 в этом случае subd узнает номера колонок которые подходят для условий type равно 5 style равно 10 и color равен 543 после чего выберет номера записи которые были найдены в каждой колонке это особенно эффективно работать на колонках с высокой селективностью и в отличие от строчной subd в нашем примере колоночной subd выполнит всего три операции поиска по отсортированным данным для получения результата структуру хранения здесь напоминает индекс в обычных базах данных однако между колонками нет физической связи это отдельные файлы на диске это позволяет значительно увеличить эффективность работы в случае чтения с диска clickhouse как и другие реляционные системы используют синдекс из sql его диалект он похож на классический sql но имеет дополнительные возможности например для работы с массивами данных или внешними базами ключ значения тем не менее если разработчик уже имел дело с sql системами разобраться с clickhouse ему будет не трудно технологию нельзя кстати назвать абсолютно уникальной у нее достаточно много аналогов систем управления большими данными например парацел вертика сибэйс айкью и инфини диби на сайте производителя системы есть сравнение скорости обработки запросов для получения 100 миллионов записей clickhouse требуется всего одна секунда а строковый subd mysql например 823 64 сотых также благодаря хранению каждой колонки данных в отдельном файле базу проще сжимать в обычных строковых subd файлы содержат в себе разные типы данных и сжать их оптимально не выйдет ну или будет сложно при этом чем меньше размер базы данных тем быстрее происходит поиск запрос требует меньше операций ввода вывода в clickhouse доступно сэмплирование например если нужно проверить запрос можно запустить его на части данных без обработки всего массива это позволяет получить приблизительную аналитическую картину за более короткий срок разный порядок хранения данных лучше подходит для разных сценариях работы да то есть мы не говорим что clickhouse это всему голова чем больше нагрузка на систему тем более важной становится специализация по сценарий работы и тем более конкретной становится эта специализация не существует система одинаково хорошо подходящий под существенно различные сценарии работы если система подходит под широкое множество сценариев работы то при достаточно большой нагрузке система просто будет справляться со всеми сценариями плохо или справляться хорошо только с одним из сценариев есть таблица в ней какие-то столбцы и данные хранятся построчно при чтении считывается одна строка потом друга и так далее и это классный вариант это хорошее решение в общем случае но это не очень хорошо подходит для аналитики для аналитики типичный сценарий когда есть какая-то таблица и там большое количество атрибутов объекта например пользователь с несколькими сотнями атрибутов а строки в этом случае могут быть какие-нибудь события например просмотр страниц и нам нужно строить из этой таблицы какие-нибудь отчеты например отчет по телефонам пользователя то есть нам нужно из этих сотен атрибутов достать всего несколько атрибутов и для этого гораздо лучше подходит система который хранят данные по столбцам но для чего используется кликаус давайте обсудим в каких сферах возможности колоночных субд и преимущество конкретно кликауса позволяют очень эффективно использовать кликаус в разных сферах это могут быть аналитика веб-проектов и мобильных приложений рекламные сети и real-time bidding то есть торги в реальном времени телекоммуникации электронная коммерция и финансы информационная безопасность бизнес-аналитика онлайн игры и например интернет вещей в общем случае можно сказать что задачи для которых подходит кликаус это такие задачи у которых есть постоянный поток событий и требуется реализовать аналитику в реальном времени по этим данным давайте быстренько пробежимся по особенностям работы с кликаус кликаус масштабируется линейно то есть при репликации данных производительность всегда растет для других субд это может быть не так у некоторых скорость работы может не измениться или вовсе упасть субд от яндекса вдобавок к интерфейсам с села и и тсп имеет http протокол для отправки и получения данных также у системы есть веб-версия написанная на джава скрипт который обращается к базе данных с помощью этого протокола кстати забавный факт так как кликаус создали российские разработчики она поймет вас даже если вы забыли переключить раскладку так вместо exit можно написать лучше и выйти из системы при этом в кликаус нет привычного прайма реки первичного ключа в качестве него обычно используется показатель по которому происходит сортировка например это может быть дата события или юзер айди для этого используется команда order by и также отсутствует команда update и delete которые есть других субд несмотря на это удалять и обновлять данные в кликаус можно ну а когда же стоит выбрать кликаус по словам разработчиков и как мы уже сказали кликаус создан для работы с непрекращающимся потоком данных в режиме реального времени в этом его преимущество перед другими субд и причина кстати почему он не нужен в каждом проекте выбирать эту субд стоит если в проекте первое нужно работа с объемной базой то есть большое количество строк петабайт и данных второе заложено много анализа данных запроса чтения суммирования и другие действия третье данные не нужно удалять или удаление немного четвертое много типов данных колонок в обычной строковой базе таблицы с большим их количеством становится тяжеловесной и последнее для вас не страшны небольшие периодические потери данных из-за синхронности работы кликаус и принципа когда-нибудь о нем мы скажем дальше команда автора статьи использовала кликаус при разработке приложения для грузовых перевозок данные поступают в базы gps трекеров считываются раз в несколько секунд то есть на сервер приходит огромное количество сообщений которые нужно быстро обрабатывать расчетов приложений происходит по различным формулам и в итоге мы получаем оценку качество работы водителей и состояние транспортных средств также на основе данных которые находятся в базе рассчитываются штрафы для работников они уже позволяют сформировать рейтинг вождения анализ результатов позволяют находить слабые места корректировать их через водителей и стремиться к бережному отношению к технике так машина прослужит дольше и меньше средств уйдет на ремонт и замену ну а теперь про сложности использования кликаус как и другие субд кликаус имеет и преимущества и недостатки подходит он не для всех проектов и мы уже об этом сегодня сказали вот некоторые сложности с которыми может столкнуться разработчик при использовании субд от яндекса первое это отсутствие транзакций и блокировок разработчики яндекса не включили в систему возможности транзакции и блокировок если для продукта важны эти функции например для биллинга лучше выбрать другую субд но статистических данных как в яндекс метрики не важен порядок в котором приходят данные поэтому изначально при создании кликаус упор делался на производительность отсюда вытекает принцип когда-нибудь субд не гарантирует что данные придут в заданном порядке что при репликации данные сразу же появятся в новом месте информация поступает в базу асинхронно и предсказать когда это случится невозможно когда-нибудь дойдет вторая сложность это сложность точечной работы кликаус оперирует большими массивами данных поэтому найти одну конкретную строку обновить ее или удалить невозможно или нецелесообразно следующая сложность это высокие требования к оперативной памяти сервера чтобы операции с базы данных производились действительно быстро не появлялись проблемы нужен большой объем рэм для некоторых запросов промежуточные данные должны помещаться в оперативную память полностью производители советуют выделять для кликаус не менее четырех гигабайтов ну и возможность атак при передаче данных по щите тп протоколу злоумышленники могут похитить данные сделать esquel инъекцию и получить доступ к управлению базой данных эти риски нужно учитывать при использовании кликауса и делать большой акцент на безопасность хранения и передачи информации теперь приведем несколько полезных практик в работе с кликаус первое не вставляйте по одной строке время вставки одной строки и 10000 строк в кликаус одинаково поэтому если вы собираетесь добавить в него 10000 строк по одной то выполнение займет в 10000 раз больше времени чем ставка большого массива за один раз второе не читайте по одной строке в обычной subd можно найти конкретную строку по первичному ключу но кликаус не рассчитан на такой прицельный поиск он займет много времени используйте систему когда нужно работать с большим количеством строк выводить статистику выбирайте только нужные стопцы если вы каждый раз будете проводить анализ по всем колонкам то производительность кликаус станет ближе к обычным реляционным subd при формировании запроса выбираете только те параметры которые действительно нужны в данный момент агрегируйте данные на стороне кликаус производители рекомендуют проводить все вычисления на стороне кликаус а не в бэкэнде в этом случае вы передаете меньше данных по сети и увеличиваете скорость обработки и последнее подбирайте правильные типы данных чем более точно вы подберете типы данных для колонок тем легче будет жать базу она будет занимать меньше места на диске и поиск будет выполняться быстрее ну подведем итог кликаус это subd который подходит для аналитики статистических исследований обработки большого количества данных и запросов в реальном времени если проект подразумевает работать петабайтами информации множеством сообщений которые приходят постоянно то кликаус будет хорошим выбором благодаря таким его особенностям как колоночная структура и возможность оптимального сжатия высокая производительность и линейная масштабируемость поиск и обработка информации в этой subd производится в сотни раз быстрее чем например в посбесе но если сервису не требуются такие скорости то можно обратиться к привычным строковым subd и главное помните выбор в итоге зависит от потребности проекта ну а на этом все спасибо что послушали эту статью надеюсь вам как и мне было интересно если понравилось видео то ставь ему лайк и подписывайся на канал будет очень приятно ну и кстати у нас есть телеграм где уже достаточно неплохое количество народу и там всегда мы раньше всего узнаем какое видео выйдет следующим так что подписывайся есть индекс цен на случай если что-то не дай бог случится с ютубом ну и можно денежкой поддержать канал на бусте и через перевод на юмане но это для особых гурманов но все пока